На часах 10.30, это значит, что пришло время для наших новостей. Меня зовут Вадим Маскаленко, доброе утро. Коротко о главных темах этого выпуска. В край пришло бабье лето, но о прививках забывать не стоит, сколько уже ставропольцев прошло иммунизацию. Спасатели в торговом центре. Что случилось на юге краевой столицы? Георгиевск пошел по стопам Ставрополя, а там тоже теперь звездное небо. Но начнем с погоды. На Ставрополе заметно потеплело. В ближайшие дни температура продолжит расти. Воздух прогреется до плюс 20. Погода будет солнечной, сухой и безветренной. Об этом сообщают синоптики Краевого гидрометцентра. Кстати, 9 лет назад, в ноябре, на Ставрополе было еще теплее. Плюс 26 градусов тепла. А самый холодный ноябрь зафиксирован в 1993 году. Столбики термометров тогда напустились до минус 26. Нам такие теплые погодные рекорды нравятся. Ждем мы и в этом году. Но теплая погода не повод забыть о своем здоровье. Так считают больше миллиона ставропольцев, которые на сегодняшний день уже сделали прививку от гриппа. Из них больше 200 тысяч – это дети. Роспотребнадзор сообщает, что сейчас на Ставрополе ситуация по гриппу стабильная. Люди стали меньше болеть. Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости снизился на 3%. Вероятно, это связано с активной иммунизацией. Врачи советуют тем, кто еще не привился, сделать вакцину от болезни уже сейчас, до начала эпидемического сезона. В одном из торговых центров Ставрополя загорелась подземная парковка. На место прибыли экстренные службы города. Там прямо сейчас срочно эвакуируют всех сотрудников и посетителей. Но переживать не стоит. Это плановое учение пожарных. Всех людей заранее предупредили. Об условном ЧПМ паники не было. Такие учения необходимы на случай реального пожара. Все действия сотрудники МЧС отрабатывают до мелочей. В тренировочной ликвидации ЧП участвует более 50 человек и 11 единиц техники. Сейчас там на месте работает наш корреспондент Никита Шишков. Всех ли удастся спасти? Смотрите наши следующие выпуски новостей. Продолжаем выпуск. Еще о происшествиях последних дней расскажем в нашей оперативной сводке. Серьезный пожар накануне полыхал в Ставрополе. В ночь на воскресенье в многоэтажке по улице Доваторцев загорелась квартира на 12 этаже. Экстренно эвакуировали весь подъезд. Это все 45 человек. Временно их разместили в ближайшей школе номер 17. Людям предоставили ночлег и питание. Пожарные тушили огонь почти 8 часов до утра. В огне погиб один человек. В администрации Ставрополя поручили оказать пострадавшим всю необходимую помощь и срочно возобновить подачу коммунальных ресурсов. Власти города ведут поквартирный обход и формируют списки тех, чье имущество пострадало во время тушения пожара. Также предстоит составить акты о причиненном ущербе для того, чтобы помочь жильцам дома. Причина пожара уточняется. Возможно, неаккуратное обращение с огнем. В Ставрополе следователи задержали мужчину, который убил человека. Трагедия случилась на территории спортивной школы в Ставрополе. Подозреваемый сделал замечание мужчине, который во время футбольного матча пытался пройти на поле. Между ними возник конфликт. Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в голову, после чего тот упал на асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. Подозреваемый задержан. Ставрополец пошел на грабеж ради того, чтобы купить кроссовки. А было все так. Злоумышленник подкараулил женщину в безлюдном месте, отобрал у жертвы сумку. Пострадавшая упала и сломала руку, а после мужчина воспользовался ее телефоном, заказал через интернет кроссовки и оплатил через онлайн-банкинг. Предполагаемого преступника уже нашли. Ему грозит уголовное дело. Застрявший в асфальте. Так можно сказать про этот многотонный грузовик в Минводах. Это видео опубликовали в соцсетях. Фура двигалась в направлении многоэтажного дома на улице Новоселов. На подъезде под грузовиком сильно просела земля. Судя по кадрам, в яме оказалось сразу несколько колес по левой стороне грузовика. Пользователи предположили, что проблема возникла из-за большого веса автомобиля. Причиной проседания асфальта могла также стать болотистая местность в этом районе. Грядет зима, а вместе с ней усилятся пробки на дорогах из-за непогоды. А вот какой транспорт предпочитают россияне, в том числе ставропольцы? Этим вопросом задались эксперты Московского института проблем естественных монополий. Сюрприза не произошло. Большая часть ставропольцев, это почти треть, пользуются личным автомобилем. Далее по чистоте использования маршрутка без малого 20%. На третьем месте старый добрый автобус 11 с лишним процентов. Слово современные урбанисты говорят, что большие автобусы и трамваи – самый эффективный общественный транспорт. Правда, жители края с ними не совсем согласны. Теперь рейтинг качества транспорта. Здесь сразу скажу, даже велосипед ставят выше привычных пазиков и мазов. В лидерах тут опять лично автомобили такси, 4 и 4 с плюсом. А хуже всего оценили железные дороги. Даже до тройки не дотянули. Но, слава богу, сейчас у нас есть немного погодных дней для того, чтобы выбрать, как будем преодолевать пробки в эту зиму. Продолжаем выпуск. Звездное небо засверкало в Георгиевске. В городском парке «Дружба» подходит к концу монтаж иллюминации на Далеи. Местные жители уже успели оценить новые украшения и отметили, что вход в парк стал больше похож на сказку. Теперь это место пользуется популярностью для фотографий. А ролики с Георгиевским «Звездным небом» уже заполняют соцсети. О других интересных новостях и «Здравствуй, уголков края» расскажем в обзоре. В Михайловске построят новую школу на тысячу мест. Фундамент заложили на улице Александра Грибоедова. В трехэтажном здании предусмотрены большая столовая, актовый зал с костюмерными, медблок с кабинетами стоматолога, психолога и прививочной. Также будут работать спортзалы, фотостудии, олингофонные классы. Общая площадь школы 20,5 тысяч квадратов. Сдать объект планируют уже в следующем году. А Изобильнинский округ в 2020-м ждут большие дорожные стройки. На эти цели муниципалитет получит рекордные 183 миллиона рублей. Обновят улицы Железнодорожную, Кирово, Крупскую и Даватора в Изобильном. Дороги в селе Подлужном и поселке Новоизобильном. В этом году в рамках нескольких краевых программ в окружном центре уже обновили улицы Промышленную и Западную, а также бульвар Семыкина. В Железноводске в 2020-м году отремонтируют комплекс летних бюветов и храмы воздуха в курортном парке. Архитектурный ансамбль расположен напротив славяновского источника. Строением уже больше полувека, их не ремонтировали свыше 30 лет. Теперь курортные объекты отреставрируют и вернут им первоначальный вид. На Ставрополье стартовал сезон охоты на фазаны и пушных животных. Краевое Минприроды выдало больше 3,5 тысяч разрешений на промысел. Они дают право охотиться на зайца-русака, волка, шакала, лисицу и енотовидную собаку. Для этого в крае есть 12 общедоступных и 70 закрепленных угодий. Госинспекторы уже провели больше полусотни рейдов и проверили оружие и документы у охотников, вычислили нескольких браконьеров. Сезон охоты в регионе продлится до 31 декабря. Ну и снова вернемся к теме погоды. Какой же все-таки она будет у нас на сегодня, расскажет моя коллега Мария Гнездилова. Я же с вами прощаюсь, но ненадолго, до 13.00. Здравствуйте, уважаемые телезрители Своего ТВ. На Ставрополье все теплее и теплее, будто зима еще совсем не скоро. Но это и прекрасно, ведь можно прогуляться. Проведите 6 ноября с пользой, а теперь подробнее о погоде. В Ставрополье 6 ноября ясно и без осадков. Температура днем поднимется до плюс 20. Ночью столбик термометра может показать 8 градусов выше нуля. Изобильнинский городской округ выиграл в гонке температур. Там днем до 21 градуса выше нуля, ночью плюс 8. В Новоалександровском районе немножко прохладнее. Плюс 12 днем, плюс 3 ночью осадков не ожидается. В регионе Кавказских минеральных вод ясно осадков не ожидается. В Пятигорске и Кисловодске днем плюс 14, ночью 3 градуса выше нуля. Погода не помешает и авиарейсов. В минеральных водах днем плюс 12, ночью до 5 градусов тепла. А теперь переходим к восточной территории Ставропольского края. В Ипатово днем плюс 20, ночью до 8 градусов выше нуля. В Арсгире, Дивном, Нефтекунске и Буденовске также осадков не ожидается. Температура днем 14, ночью 6 градусов выше нуля. А между тем наши предки верили, что если 6 ноября подует сильный ветер, то это к снегопаду. Между тем максимальная скорость ветра по краю будет зафиксирована в Кисловодске до 2,5 метров в секунду. Поэтому если верить приметам, снега на Ставрополье не стоит ожидать. И на этом о погоде все. Увидимся на своем ТВ.